Всем привет! В этом видео хочу поделиться своими впечатлениями от наушников Xiaodu. Модель называется Bats Pro. Это подразделение всеми хорошо известной китайской компанией Baidu. Насколько я понимаю, китайцы разослали эти наушники многим блогерам, так что, скорее всего, обзор выйдет либо уже вышел у них. Так что в этом плане можете не удивляться. От себя лично скажу, что это не платный обзор. Содержание его никто не контролирует и вообще я даже не планировал их брать. Но из-за одной фишки, которая очень популярна в нашей стране, а именно запись разговоров, решил все-таки взять. Но хочу отметить, что это последний обзор внутриканальных наушников на моем канале. То есть обзор накладных либо вкладышей у меня будет, а вот с внутриканальными я завершаю обзоры. Почему? Ну, потому что очень часто начал беспокоить Atid именно от внутриканальных наушников. Ладно, значит, по цене давайте я сразу вам озвучу. На Алиэкспрессе они стоят в районе 7000 рублей. Скорее всего, к 23 февраля будут какие-то скидки. Если мне китайцы какой-нибудь купон пришлют, я в описании к этому видео вам укажу. Ну, то есть цена, в принципе, неплохая с учетом того, что здесь у нас Bluetooth версии 5.2. Есть активное шумоподавление. А по комплектации давайте быстренько пробежимся. Кабель USB на USB Type-C. Сразу минус то, что в кейсе, к сожалению, отсутствует беспроводная зарядка. Также три пары сменных амбушюр. Маленький размер. Совсем маленький, назовем так, маленький и большой. А средний уже стоит. То есть у нас всего четыре пары. По комплектации это все. Давайте мы это все дело аккуратненько уберем. И посмотрим на сам кейс. Для начала, как всегда, мы его взвесим. Вместе с наушниками кейс весит 57 грамм. Для сравнения AirPods 3 полегче. И один наушник весит, это имеет значение, потому что вы его будете носить в ушах. Практически 5 грамм. 4,8. В сравнении с AirPods 3 обзор я делал. Габариты кейса Saudu вы можете видеть на экране. Но, скажем так, кейс не маленький, но, в принципе, сказать, что он сильно выпирает в кармане джинсов, я не могу. А спереди мы видим логотип, индикатор. Снизу разъем USB Type-C для зарядки. Бесправдной зарядки, к сожалению, нет. А корпус у нас глянцевый, что мне не очень нравится. Будет покрываться мелкими царапинами, но в случае белого цвета это так видно не будет. Крышка открывается у нас с небольшим усилием. Магниты очень хорошие. Здесь вопросов нет. По эргономике доставать наушники очень удобно. Корпус наушника довольно заметно выступает. Сбоку находится механическая кнопка для сопряжения с устройствами. Да, крышка, кстати, я вам не сказал. Небольшой люфт есть. Так, что касается самих наушников, можете посмотреть поближе. Корпус у нас пластиковый. Здесь, кстати, используются три микрофона. Один снизу, сбоку и третий у нас внутренний. Есть поддержка Play-Pause, то есть датчик приближения. Работает и на iPhone, и на Android. Проверял. Также мне, знаете, что очень понравилось? Это то, что есть регулировка громкости. Вот эта вот сенсорная панель. И она очень удобно расположена. То есть в этом плане все комфортно. А по жестам здесь все то же самое, как на AirPods Pro, AirPods 3. То есть мы сжимаем ножку. Одинарная Play-Pause. Двойное – это следующий трек. Тройное – предыдущий. Если зажать-подержать, то можно переключать режимы шумоподавления. Давайте я сниму амбушюру. Такой у нас звуковой канал. Здесь, кстати, используется драйвер на 12 мм. Корпус. Как выглядит. Вот можете посмотреть. А что я вам хочу сказать. Он довольно большой. Именно вот в ширину, если рассмотреть. Ну, что я вам говорю. Вот для сравнения, как эти наушники держатся в моих ушах. Я, как говорил ранее, вообще не показатель. У меня большая ушная раковина. Ну, у меня вопросов не было. Все они не выпадали и хорошо держались. А вот в случае жены у нее небольшая ушная раковина. Как можете видеть, наушники, ну, довольно заметно, скажем так, торчат из уха. То есть, они туда плотно не вставляются. При этом, если просто идти разговаривать, они, как она говорила, держатся. Если какие-то резкие движения совершать, тем более, там, бегать, случайно задеть ножку, они вот 100% у вас выпадут. Короче, если большая ушная раковина, то проблем с эргономикой у вас не будет. Если небольшая, то, как можете видеть, ну, неплотно они сидят, будут выступать. Скорее всего, они у вас будут выпадать. По автономности в кейсе аккумулятор емкости 530 мАч, наушники 40 мАч. А по моим замерам, которые вы вряд ли найдете в других обзорах, значит, время зарядки. За первые 10 минут кейс разряжается на 10%, а наушники заряжаются на 30%. Через 20 минут наушники зарядились на 47%, кейс разрядился на 13%. До 100% наушники в кейсе зарядились за 48 минут, а кейс разрядился всего лишь на 14%. Ну, то есть, хорошая скорость зарядки и, что немаловажно, небольшая разрядка самого кейса. В режиме ожидания, что это значит и как я тестировал. Раз в сутки я открывал кейс, смотрел уровень заряда. При этом, самими наушниками я не пользовался. В итоге, спустя сутки 100% заряда кейса. На вторые сутки также 100%, третьи 100%, четвертые 100%, на пятые процентов тоже 100%. В итоге, не стал дальше тестировать. И, что хочу вам сказать, никакого саморазряда здесь нет. В отличие, опять же, от тех же AirPods 3. На этот счет можете не беспокоиться. А что касается автономности, стандартный тест, это Яндекс.Музыка. Для сравнения, Huawei FreeBuds Pro у меня проработали 6 часов 28 минут. OnePlus Buds Pro 6 часов 37 минут. А Xiaomi Xiaomi Buds Pro 6 часов 39 минут. AirPods 3 6 часов 58. Короче, автономность у них хорошая. Чуть больше 6 часов. И находится на уровне последних популярных моделей. давайте поговорим про фирменное приложение сяуду есть на андроиде и на айфоне интерфекции эти довольно симпатичный уровень заряда кейса на главном экране и каждого наушника можете переключать режим шумоподавления либо включены либо режим прозрачности либо выключен а по управлению я вам немного рассказывал значит смотрите одинарное нажатие play пауза двойное нажатие следующий трек тройное предыдущие нажатие с удержанием вы можете переключать режимы шумоподавления кстати на английском все это дело озвучивается также можете еще выбрать включение голосового ассистента ну и я вам ранее говорил также можете регулировать громкость свадь вверх либо вниз вот эта вот штука очень здесь удобно дальше есть возможность проверить прилегание наушников если подобрали неправильно амбушюры то систему выдаст ошибку берем больше амбушюры повторяем тест если у нас все окей то собственно система покажет что башуры подобраны а правильно достигать это при помощи дополнительных микрофонов далее поддерживается обновление а прошивки но и по основным а фишкам это возможность переводить языки либо в реальном времени либо в режиме диалога поддерживаться что самое главное русский язык если честно фишка ну не особо важна на мой взгляд но потому что есть например google переводчик и здесь как можете видеть home он переводит иди домой опять же с чего почему я не понимаю английский у меня слабенький но по мне так должен быть перевод дом если мы говорим о переводе в режиме реального времени опять же выбираем языки данном случае с английского на русский но тут то же самое почему ты иди домой то есть к точности перевода есть у меня вопросы и перевод страны здравствуй те ну короче вот что касается возможности переводов ну на мой взгляд лучше использовать тот же google переводчик там все это будет точнее но что самое главное эти наушники поддерживает запись разговоров причем это дело работает не только с телефонными вызовами но и с ватсапом зумом и другими социальными сетями когда происходит входящий вызов либо вы совершаете вызов сверху появляется уведомление это касается и айфона вы на него нажимаете это уведомление перекидывать приложение включается запись разговора то есть непосредственно в самом приложении сяуду какое качество записи давайте вам собственно продемонстрирую я ваш виртуальный ассистент афина наша страна столкнулась масштабной волной заболеваемости и наши сотрудники не стали исключения поэтому ждать ответа оператора придется немного дольше обычного чтобы не ждать слишком долго задайте ваш вопрос мне проверка работы микрофонов наушники сяуду давайте послушаем как они запишут мой голос далее а давайте поговорим про работу микрофонов будет сравнение сяуду с наушниками и репоцами третьими для начала в тихой обстановке запись и потом уже на улице но тут хочу отметить важный момент во время очень-очень сильного ветра наушники сяуду проверяем запись и голоса записываю в тихой обстановке давайте послушаем как справится микрофон и тестовая запись наушники рп ц 3 проверяем работу микрофонов записываю голос в тихой обстановке наушники 3 стоит там же будет такой же очень сильный ветер давайте послушаем как они справятся как итог к сожалению сяуду не справляется в случае ветра а так как местами шумодав даже режет слова и слышен шум ветра рп ци в этом плане справились гораздо повторюсь гораздо лучше в тихой обстановке сяуду записывает голос громко и хорошо тут вопросов нет так как наушники поддерживают обновление будем надеяться что этот момент они поправят еще раз повторюсь случае заметного ветра сяуду не так эффективно убирают шум ветра и что самое неприятное они буквально словами вырезают речь но в это могли ослышать а сами а далее по шумоподавлению а здесь я вам говорил находится три микрофона то есть присутствует активное а шумоподавление как я тестировал но это мой стандартный тест я использовал планшет ipad pro 4 динамика максимальная громкость запускал шум самолета что вам хочу сказать до действительно активного шумоподавления здесь работает но по ощущению хуже чем на фребацах про airpods про то есть низкочастотный гул они убирают но появляется какое-то фоновое шипение эффект прозрачности здесь работает опять же хуже чем других наушниках но переходим к самому наверно главному а к звуку а сначала я был разочарован в качестве звучания но это было связано именно со смартфоном пиксель 6 про обзор я делал там до февральского обновления был косяк именно с кодеком и и си очень плоско было звучание поэтому эти наушники я проверял и с айфоном и вот сейчас у меня появился one plus на тесте обзор выйдет немного позже потом на пиксель прилетел февральское обновление короче но вопрос были снят а по звучанию здесь сбалансированный звук то есть высокий без завалов без сибиллянтов низы присутствует при этом они а в меру весь акцент на себя не берут немного все-таки показалось зажата середина ну то есть в сравнении с фри бацами про эти наушники звучат чуть попроще но если сопоставляем качество звучания с ценой скорее всего нас продажах они будут 10000 5 но вопросов нет можете смело брать дабы не такая широкая звуковая сцена как опять же на тех же фри бацах про но тем не менее здесь действительно хорошо сбалансированный звук низы хорошие как я вам говорил при этом они весь акцент на себя не берут и вверх а единственное но чуть-чуть мне не хватает объема особенно после airpods of 3 с их пространственным аудио а как итог лично для себя минусы какие я вижу это отсутствие беспроводной зарядки в случае кейса наушников я привык заряжать таким вот способом фишка связана с переводом на иностранные языки безусловно хорошо что она есть и хорошо что есть поддержка русского языка но если смотреть на перевод то есть вопросы то есть может быть даже лучше будет использовать google переводчик но зато однозначно плюсы можем записать поддержку записи разговоров если смартфон у вас это дело не поддерживает то пожалуйста можете использовать данные наушники придется задействовать непосредственно фирменное приложение работает это еще раз повторюсь не только с телефонными разговорами но и с разговорами через соц сети так как в нашей стране еще раз повторюсь эта тема очень популярна то я думаю эти наушники найдут своего покупателя особенно если ценник будет меньше 7 тысяч рублей на различных акциях сами микрофоны неплохие в наушниках но как я вам показывал демонстрировал при сильном ветре нужно им поправить алгоритмы напоследок что еще мы не проверили это задержки проверять я буду с телефоном ван класс как раз поддерживает bluetooth версии 5.2 и так вот наушники у меня подключены кодек и и си так давайте я наушник поднесу к микрофону и вы послушайте а в случае youtube а задержки минимальные а а пока запускается игра что еще хочу отметить а по запасу громкости но в принципе все неплохо до чуть поменьше чем случае р подсов а третьих либо р подсов а про но два даже три деления у вас будет то есть на этот счет можете не беспокоиться поднёс наушник микрофону да есть задержки уже лучший игр если будет стоить тем более меньше 7000 рублей и важна запись разговоров то почему бы нет но пожалуй что хотел рассказала если будки то вопросы задайте в комментариях все всем пока пока